Привет, вы на канале ProCuber и в этом видео я расскажу, каким образом можно получать кубики Рубика или другие головоломки абсолютно бесплатно. Я в общих чертах опишу технологию, как это происходит, что для этого нужно сделать и какими навыками обладать, и поделюсь кое-каким своим опытом в этом направлении. Большинство способов довольно сложные, поэтому, к сожалению, как многие рассчитывали, халявы не будет. Единственный способ, в котором ничего не нужно уметь делать и никакими навыками обладать, это розыгрыши. Все бренды время от времени в инстаграме устраивают розыгрыши, в которых нужно отметить несколько друзей в комментах и просто ждать результата. Но, как мы знаем, выиграть практически нереально, потому что участников слишком много, порой по несколько тысяч, а разыгрывается всего пару кубов или типа того. Зато ничего не надо уметь и не важно, за сколько ты собираешь кубик. Кому подходит этот способ, пожалуйста, используйте, только меня не надо отмечать, лучше просто подпишитесь на меня в инстаграме. Я в таких штуках, как правило, не участвую, так как мне не нравится играть с теорией вероятности. Если тебе тоже это не нравится, но тебе нужны классные кубы, то по лучшим ценам в России их можно купить у ребят из speedcubes.ru. У них все новинки в России появляются обычно быстрее всего, у ребят быстрая доставка по России от одного дня, а помимо этого у них огромный ассортимент кубиков рубика и других головоломок на любой вкус и возраст. И, как я уже сказал, самые низкие цены в России на популярные товары. Регулярно проходят распродажи классных кубиков по приятным ценам. Если ты любишь головоломки, то закупайся на speedcubes.ru по самым выгодным ценам. Теперь пойдут способы, в которых нужно реально что-то уметь или прикладывать какие-то усилия для достижения результата. Тут два варианта. Либо ты очень сильный спидкубер в какой-то дисциплине, очень желательно быть рекордсменом хотя бы в своей стране, но это не обязательно. Либо ты автор, который может вокруг себя собрать единомышленников и за счет этого получать много лайков, комментариев, просмотров и так далее. Можно быть автором на ютубе, в инстаграме, в тиктоке или где-нибудь еще, соцсеть в принципе не имеет значения. Главное быть востребованным автором, чтобы твои фотки или видео собирали как можно больше просмотров. Чем более популярный у тебя будет аккаунт или канал, тем выше у тебя будут шансы. Когда у меня в аккаунте инстаграма было примерно 15 тысяч подписчиков, Ганн устроили в своем аккаунте такую штуку, что-то типа конкурса. Они искали амбассадора и их бренда в инстаграме, то есть человека, который бы делал классный контент с их кубами. Для участия нужно было поставить специальный хэштег на фотки с кубом и написать им на всякий случай в директ. В итоге, как вы думаете, что произошло? Наверное, было подано очень много заявок, и я ради интереса тоже выложил несколько фоток и проставил хэштеги на старые фото тоже. В итоге, через какое-то время со мной связались, меня как бы выбрали, написали мне, мол, так и так, мы тебя одобряем, давай мы тебе пришлем договор. Я им отвечаю, давайте. И в этот момент они пропали на пару недель или типа того. Потом я сам им написал, типа, ребят, вы мне сказали, что пришлете договор, но на почту я ничего не получал. И в ответ я получил, что были какие-то там праздники, выходные, мы тебе вышлем договор в течение недели. В итоге я заподозрил что-то неладное, договора никакого я так и не получил, и больше писать я им не стал, потому что уважаю себя и так общаться, в принципе, некрасиво. Не отвечать на сообщения, не присылать мне договоры, когда обещали. И я ни за кем бегать не собираюсь на задних лапах, даже за Ганом. Через несколько месяцев я увидел в инсте чувака, у которого было подписано, что он официальный фотограф Ган. И в этот момент я понял, что выбрали другого чувака, и выдохнул, что эта ситуация наконец-то закончилась. Я предполагаю, что по условиям договора человек получал бы всю продукцию Ган бесплатно, и все прототипы новых кубов тоже. Получается, что я в какой-то степени, наверное, отказался от такого предложения, так как не стал ни за кем бегать, и мой контент, как мне кажется, сильно превосходит чувака, которого выбрали. Напишите в комменты, правильно ли я поступил, что перестал им писать и забил на эту ситуацию. Или нужно было максимально их продавливать, чтобы стать их амбассадором. Жду ваших комментариев по этому вопросу. Помимо этого, производители иногда делают бета-тестирование для кубов. Это значит, что они объявляют у себя в соцсетях, что ищут авторов на ютубе, инстаграме или где-то еще, либо спидкуберов с хорошим уровнем в зависимости от головоломки, которую они выпускают. Ган как раз проводили бета-тест куба Ган 356XS. До того, как кубик вышел, я им писал, я говорю, так и так, у меня есть какая-то аудитория, я живу в пяти километрах от вас, давайте посотрудничаем. В ответ я получил, что надо заполнить форму на специальном сайте, и там они уже будут выбирать, кому будут рассылать прототипы. Я вспомнил старую ситуацию вот эту, подумал опять что-то заполнять, какие-то бумажки, ерунда, какая-то бюрократия, и в свою очередь снова подумал, что я уже вам написал. При этом у меня один из самых крупных личных аккаунтов в инстаграме, по тематике кубов 29 что ли тысяч подписчиков у меня было на тот момент. А аккаунт на ютубе вот тогда уже насчитывал тысяч, наверное, 25 подписчиков, что тоже довольно много. И они заставляют меня заполнять какие-то формы. В итоге я не захотел ничего заполнять, подумал, что какая-то ерунда, и оказался неправ. Абсолютно все, кто хотел получить этот кубик, заполняли форму, независимо от количества подписчиков и так далее. По итогу я потом видел результаты, кто вошел в программу бета-тестирования, и там было много авторов, меньше меня. Поэтому я бы мог легко этот кубик получить, но по случайности и своей принципиальности забил и не стал этим заниматься. И считаю, что очень хорошо, что так вышло. Как бы я мог делать видео о кубике, который полностью украден с кубика другого производителя, которому я симпатизирую? Я лишь рассказал о информации, которая лежит на поверхности айсберга, это лишь вводная часть. Если тебе интересно более полное и подробное видео, как именно можно получать кубы абсолютно бесплатно, как именно нужно развивать свои соцсети, что нужно делать, чтобы на тебя обратили внимание, чтобы тобой не заинтересовались, чего делать не нужно, то пишите в комменты конкретные вопросы, чтобы я знал, на какие моменты нужно сделать упор в новом видео. Если соберем тысячу лайков, то я начну делать такой видосик. Это нужно для того, чтобы я реально понял, что такое видео востребовано. Если нет, но на нет и сюда нет, как говорится. Большое спасибо за просмотр, загляни в мои инстаграмы и другие соцсети, и подписывайся на телеграм-канал, чтобы гарантированно получать уведомления о новых видео, когда ютуб их просто не присылает. И до встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok